Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! Меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала экзегет. И сегодня мы читаем шестую главу третьей Маковейской книги. Читаем в замечательном переводе под редакцией Брагинской и Шмайной Великановой. В предыдущих главах автор третьей Маковейской книги подвел нас к очень драматическому моменту. Организовано гонение на всех иудеев, живущих в Египте. Это эллинистический Египет, часть империи Птоломеев. И вот иудеи не угодили царю Египта, Птоломею Филопатру. И он велит всех их согнать на ипподром и растоптать довезенными до бешенства слонами. Слон — это самая мощная убойная машина армии того времени. Филопатр пьянствует, предается разным порокам, оргии, пирушки сменяют одну за другой. У него практически помрачен рассудок, и из-за этого дело откладывается. То он проснуться не может, чтобы отдать приказ, то у него какое-то временное умопомешательство. Он не может вспомнить, что он сам приказывал, говорит, зачем вы всех слонов приготовили. Но вот, наконец, этот день настал. Слоны приготовлены, войско готово, чтобы добивать тех иудеев, которые останутся в живых. Все иудеи — старцы, юноши, девы, женихи, невесты, младенцы — все собраны на этом ипподроме, связаны, чтобы они не могли оказывать никакого сопротивления. И готовы к верной смерти. Народ собрался, чтобы смотреть на эту картину, на это страшное зрелище истребления иудеев египетских. И вот, как развиваются события, мы прочтем в шестой главе Третьей Маковейской книги. Между тем, вот все это происходит, иудеи на ипподроме стянают, молятся, и между тем некий Илиазар среди священников страны, человек известный, достигший уже почтенного возраста, украшенный в жизни своей всеми добродетелями, успокоил окружавших его старцев, призывавших святого Бога, и произнес такую молитву. То есть, среди иудеев находится какой-то благочестивый человек из священнического рода, Илиазар. Само это имя по себе, оно было весьма распространено среди представителей священнических родов, и очень часто встречается, и всегда означает какого-то очень добродетельного, благочестивого, верующего человека. Не случайно автор вот именно это имя дает этому герою. И вот он успокаивает вокруг себя. Это правда, казалось бы, безумие какое-то. Куда тут успокаивать? Как можно успокоить, когда впереди гибель и безысходность? Через несколько минут, ну, может быть, часов слоны будут натравлены на эту толпу, и уже нет никакой надежды. Уже один раз там пронесло, второй раз пронесло, но тут уже нет никакой надежды на избавление. Как можно кого-то успокоить? Но, тем не менее, мы знаем, что такое бывает в жизни и в нацистских гирях смерти. Узники перед самой смертью, вот кто-то более сильный духом, более верующие, успокаивали, примеряли с реальностью тех, кто был рядом, старались воодушевить, вдохновить, чтобы окружавшие не так боялись. И среди новомучеников и исповедников тоже мы знаем в России подобные случаи, когда люди вместе находились на краю гибели, и при этом одни помогали и успокаивали других. Вот вера дает такую силу. И вот этот Элиазар, он успокаивал тех, кто был рядом с ним на краю гибели, на краю пропасти, и молится. Вот эта молитва, она полностью приведена в 6 главе 3 Маковейской книги. «О царь, великодержец, всевышний, вседержитель!» Такими словами обращается Элиазар к Богу. Бог вседержитель, царь, великодержец. Кто такой вседержитель? По-гречески монтократор. Это тот, кто все бытие, все существующее, каждый предмет, каждое событие, судьбу каждого человека, судьбу народа, все держит в своих руках. И это значит, что Бог силен изменить ход событий. Если ему угодно, он вмешается. Нет, не вмешается. Он вседержитель, все он в своих руках содержит. Когда бывает такой праздник в православной церкви, Сретенье, вспоминается, как младенца Христа принесли в храм, и там его встретил благочестивый старец Симеон и взял на свои руки. Но вот внешняя картинка такая, вот история этого праздника, что старец держит на руках немощного младенца, которому 40 дней, и он ничего еще не может. И вот в одном из песнопений службы этого праздника говорится, не старец меня держит, но я его держу, как бы от лица самого Христа. Внешне младенчик лежит на руках у старца, а суть состоит в том, что этот младенчик — это сам Бог, который в жизни и в бытии, в самом существовании держит этого старца. Вот такой Бог, в которого верят и иудеи Ветхого Завета, и мы, христиане, Бог вседержитель. И вот об этом говорит и священник Елиазар вместе со всем народом, ожидающий гибели. «От царь великодержец, Всевышний, Вседержитель Божий, милосердно правящий всею тварью». Какое же тут милосердие. Но вот верующий человек даже и в таких обстоятельствах чувствует, что в сути своей Божий промысел — это промысел милосердный. «Обрати свой взор на семя Авраамова, на чад Иакова освященного, на народ освященного у дела твоего, чужестранный в земле чужестранный, погубляемый несправедливо, отча». Иудеи нормальным образом должны жить в Израиле. Там та земля, которую благословил Бог для обитания этого народа. Но эти иудеи находятся в Египте, это египетские иудеи. Вот он говорит, «Обрати взор твой Божий на наш, на чужестранников в чужестранной земле». Два раза повторяется это слово, потому что эта мысль особенно важна. Бог смотрит как бы не только на тех иудеев, которые там, рядом с храмом, где Бог обитает с благодатью своей, присутствием своим. Бог смотрит не только на тех иудеев, которые во святом городе Иерусалиме и на территории Святой Земли, там, где Он благословил их быть, но Он не забывает их и на чужбине, когда они чужестранники в чужестранной земле. И вот мы погубляемые. Обрати на нас внимание, Боже, посмотри на нас. «Это ты, фараона с несметными колесницами, кто был древле Египта с его властелином и гордился преступным своим дерзновением и речами своими надменными вместе с войском великолепным погубил, утопих их в пучине, явив милосердие светоч Израиля роду». Вспоминается история Исхода, когда там же, в Египте, евреи находились в рабстве и тоже были на грани уничтожения, и Господь вывел их из земли египетской, погубил фараона в море, а еврейский народ провел через это море как посоху и, в конце концов, вывел в землю обетованную. Очень уместно сейчас вспомнить эту историю, и вот Елизар об этом и говорит. Когда-то уже здесь мы были в подобном положении, мы были рабы, которые находились на краю гибели, и сейчас с нами то же самое. Тогда ты помог нам, и сейчас помоги нам. Это ты, ассирийцев царя грозного Сенехарема, кто кичился бесчисленную ратью своей земли и все покорил и огнем, и мечом, чтобы на град твой святой замахнуться. И хвалился, грозя ему нагло. На куски раскрошил ты, владыка его, и явил воочию силу свою для народов языческих многих. Ну, еще один случай из Ветхого Завета, когда Бог защитил свой народ. Уже не здесь, в Египте, а там, в Иерусалиме, когда враг, ассирийцы во главе со своим царем напали на Израиль. Вот тогда Бог защитил явлением ангелов, отогнал эту вражескую ратью. Это ты, трех друзей в Вавилоне, жизнь свою добродетельно предавших огню, чтобы не кланяться месту пустому, сохранил невредимыми, так что огонь не коснулся и волоса. Ты росою покрыл раскаленную печь, на врагов перебросивши пламя. Еще один случай такого чудесного и древнего избавления от неминуемой опасности. Три отрока в Вавилоне, тоже на чужбине, в этом смысле судьба этих отраков похожа на судьбу вот этих людей. Они тоже оказались на чужбине, в Вавилоне, и вот они отказались кланяться пустому месту. Что это за пустое место? Это идолы. Для иудея, для верующего в Бога, Творца неба и земли, идол — это пустое место. Он глухой, немой, он не слышит, он ничего не делает. Он не такой, как Бог живой, Бог Израиля и Бог пророков, Бог отцов Исаака, Иакова, Авраама. И вот пустому месту когда-то отказались кланяться, вот такому идолу отказались кланяться эти три отрока и оказались в жарко растопленной печке. И эта печь чудом Божиим их не погубила. Сошел ангел к ним, и они там находились в этом огне, и этот огонь их не попалял. Наоборот, им там было хорошо и даже прохладно. Но этот огонь попалил самих мучителей. И вот об этом вспоминает здесь Илиазар. Ты росою покрыл раскаленную печь на врагов, перебросивши пламя. Это ты, Даниила, кого по навету завистников в яму швырнули ко львам, зверям на съедение, уцелевшим бы его на свет. Ну, примерно тогда же вот была эта история с Даниилом, когда его опустили во яму, где находились львы, и львы не тронули его. И здесь такая же ситуация. Тоже диких зверей натравляют на народ иудейский, находящийся на этом ипподроме. Только надежда на такое же чудо. Это ты, на Иону возрев, кто томился в утробе чудища бездны питомца, невредимому вернул всем домашним отча. Еще один случай такого чудесного измавления Иона. В море был поглощен китом, и по велению Божию кит извергнул Иону обратно из своего чрева. И теперь, ненавистник обидчиков, милости полный, покровитель всеобщий, явись же скорее к тем, кто род свой ведет от Израиля, ибо терпят обиды они от язычников мерзостных, чуждых закону. Мы — это твой народ, мы — твои дети, мы — потомки Израиля. Кто такой Израиль? Израиль — это второе имя Иакова, древнего патриарха, от которого через его сыновей произошли двенадцать колен израилевых. «Впрочем, если, живя на чужбине, нечестью мы поддались, тогда, владыка, ты избавь нас сначала от вражей руки и губи после этого смертью, той, какой тебе будет угодно». Если это твой промысел Божий, может быть, мы согрешили в чем-то против тебя, может быть, мы каким-то соблазнились идолослужением, тогда да, накажи нас, и смертью мы готовы принять это справедливое наказание, но не от рук этих язычников. Ты сам предай нашу смертью Божией, если это будет тебе угодно, если это справедливо. Вот такая молитва Елизара. «Сначала избавь нас от вражей руки, а после этого губи смертью, той, какой тебе будет угодно». «Чтобы место пустое не восславили пустозвоны». Что это за пустое место? Мы уже об этом говорили, это идолы. «Чтобы язычники, которые сейчас на нас ополчились, если они нас погубят, они будут восхвалять своих языческих богов, что это вот эти боги дали им такую силу и победили нас, твой народ. Вот чтобы они не восславляли своих идолов, это пустое место, избавь нас от их рук». «Чтобы место пустое не восславили пустозвоны». «За погибель любимых твоих, говоря, даже бог не спас их». Вот чтобы не было таких издевательств, что наш бог нас не спас, что у идолов большая власть, чем у нашего бога. Защити нас, Божия. Вот эта фраза, которая влагается предполагаемым победителям, если язычники победят, они будут вот так говорить, даже бог их не спас. Эта фраза, конечно, очень напоминает то, что когда-то говорили распинатели самого Христа. Пройдет 200 с небольшим лет, и у креста будут стоять люди, которые будут говорить, но если ты сын Божий, почему бог тебя не спас? Если ты истинный царь Израиля, сойди сам со Христа, яви такое чудо. И вот Бог спасает свой народ, как мы сейчас увидим. Бог избавляет от неминуемой смерти в ответ на молитву первосвященника тех, кто готов уже принять эту смерть. Но Христос умирает и во ад сходит, добровольно на себя это принимая. Христос по-другому молится, не так, как Елеазар. «Разбавь меня, Боже, от враг моих мучителей». Он говорит, «Если возможно, пронеси эту чашу моего меня, Отче. Впрочем, не моя воля будет, но твоя». И вот он добровольно умирает, несмотря на подобные восклицания. Даже Бог не спас его для того, чтобы даровать вечное спасение всем людям. А здесь что происходит? Елеазар продолжает молиться. «Возымевший и всякую мощь, и всякую власть, ты, увечный, возри же на нас и помилуй, без закона глумятся над нами и беспричинно, как изменников жизни лишают». Нет никакой причины, почему мы провинились, даже с точки зрения египетского как бы закона, с точки зрения египетской справедливости. «Мы не предатели, мы не изменники, но нас лишают жизни». «Так пусть же убоятся сегодня язычники силой твоей необорной, о, достославной, сила, которая есть у тебя, чтобы спасти роты Акова, молит сон несметный младенцев тебя и родители оных в слезах». Действительно, народу очень много на этом ипподроме. Всех иудеев, со всех областей, со всех номов, то есть таких территориальных единиц административных Египта, созвали и в Аковах, в Путах привели на этот ипподром, и множество младенцев среди них, и родители этих младенцев. «И вот все молят тебя», говорит Елиазар, «да узнают язычники все как один, с нами Господь, и от нас Он не отвернулся. Ты ведь сказал когда-то, в земле их врагов даже там, где гнушаться ими не стану, так и сделай ты Господи». Вот такая удивительная, проникновенная молитва этого священника Елиазара. Мы до этого наблюдали мысленно вот такую картину, которую рисует перед нами автор Третьей Макавейской книги, что весь народ кричит, стонет, и тут вот как будто замолкает эта толпа, и мы слышим очень ясный, разумный голос священника Елиазара. Как бы вот бессмысленные, почти беспорядочные, отчаянные вопли толпы сменяются вот этой молитвой, переходят в эту молитву. Так бывает. И даже в жизни такой духовной, даже отдельного человека, когда метутся самые разные помыслы в душе, и все это составляет такой вот внутренний беспорядочный крик человека, и потом это сменяется каким-то вот очень ясным, чем-то выраженным, и вот на это Господь отвечает. Вот для того, чтобы молитва прозвучала по-настоящему, должна какая-то внутренняя тишина, в православной аскетике это называется исихия, безмолвие, тишина внутренняя должна настать в душе человека. Был такой подвижник в XX веке, преподобный Силуан Афонский, и вот он в течение долгого времени молился Богу, и не чувствовал никакого ответа на свою молитву, вот тоже такой вот был вопль как бы в его душе, Господи, почему ты мне не отвечаешь? В конце концов, он дошел вот почти до отчаяния, и воскликнул, ты неумолим, и вот в этот момент ему сам Христос явился, его утешил, вот это можно, наверное, сравнить, вот нагнетался ужас в течение трех дней у тех людей, которые находились на этом ипподроме, и вот в конце концов, вот на грани отчаяния, такой вот очень разумный, ясный, спокойный голос Элиазара и избавление Божие. Какое избавление? Едва Элиазар закончил молитву, как царь со зверьми и со всею свою кичливую растью прибыл на ипподром. Завидев их, иудеи подняли к небу такой громкий крик, что ближние протоки отозвали сейхом, и неудержимый страх охватил все войско. Да, Элиазар помолился, но пока ничего не происходит. Войско, слоны, напоенные вином, окуренные ладаном, доведенные до безумия, причем третий день уже их в такое состояние приводят, и они совершенно в диком состоянии, готовы броситься, как только их спустят. Царь пришел, и вот что происходит. Тогда всеславный вседержитель, Бог истинный, явил святой лик свой и отворил небесные врата, откуда спустились вниз два ангела, осиянные славой и ужасной, коих видели все, кроме иудеев. Отворяются небесные врата. Очень глубокий символ. Несколько раз в Библии упоминается такое явление, и, как правило, это всегда какое-то наказание Божие. Например, там, где рассказывается в книге Бытия о потопе, о всемирном потопе, который погубил всех грешников земли, кроме одного только человека, праведного Ноя, и он со своей семьей, Ноя, вошел в ковчег, сохранился там со всеми зверями, и вот тогда тоже было сказано, что отворил Господь врата небесные. И здесь происходит какое-то подобное действие, отворяются врата небесные, исходят два ангела, какое-то особое, чудесное действие Божие, защищающие Иудеев. Этих ангелов видели все, кроме Иудеев. Казалось бы, наоборот, им должно быть это явление, они молились, они, вот тот народ, те чадо Божьи, с которым заключен особый завет, с которым есть особое отношение у Бога, им должно быть какое-то особое явление. Нет, они этого не видят. Почему? Потому что, видимо, это явление носило какой-то смертоносный, наказующий характер. Может быть, какие-то еще другие причины, об этом можно много размышлять. И против вражеского войска, тем не менее, такая очень интересная подробность, что вот иудеи не видели этого явления. Против вражеского войска стали они и смесенье и страх внушили ему, и сковали его цепями крепкими. Даже у царя дрожь и хватило тело, а лютую злость поглотило забвение. Явились вот эти ангелы, и совершенно меняется ситуация. Войско как будто оцепенело, забвение поразило царя, он уже не понимает, что происходит. Мы и раньше в предыдущих главах видели, что у него, видимо, от чрезмерного употребления спиртных напитков были какие-то повреждения в психике. Он менял то одно, говорил, то противоположное, и тут у него забвение, он совершенно не понимает, что происходит. Звери повернулись против вооруженной рати, которая шла за ними. Солдаты ведут перед собой слонов, погоняют их, и вдруг слоны разворачиваются, и принялись ее топтать и истреблять. Страшно. Лучше египетские гарнизоны, направленные на то, чтобы истребить вот часть собственно населения Египта, евреев, вдруг оказываются сами под этой опасностью. Солоны разворачиваются и топчут своих погонщиков. Где в царя обернулся состраданием и плачем, потому что он сам прежде затеял. В самом деле, услышав крик и увидев, как все они пали низ в ожидании гибели, он зарыдал и в гневе начал грозить друзьям. Друзья это военачальники, как мы помним во всех маковецких книгах, указывается, что именно такой титул носили царедворцы, военачальники окружения подобных царей. И вот Птоломей обращается к своим друзьям, то есть к этим военачальникам и говорит им так. Вы прибираете к рукам царскую власть, вы превзошли жестокостью тиранов, даже меня самого, благодителя вашего, пытаетесь лишить и власти, и жизни, и тайком затевая пагубные для царства дела. Ну, если царь недоволен своим окружением, в чем надо обвинять, в измене, вы хотите меня подсидеть, как мы сейчас сказали бы, прибираете к рукам царскую власть, вы настолько жестокие, кто виноват, что вот сейчас чуть было не погубили иудеев, конечно же, вот эти военачальники, он сам только поддался их уговорам, вот так пытается представить дело царь. Кто иудеев, которые надежно охраняют по стране нашей крепости, заставил покинуть свои дома, ни за что, ни при что согнал суда, кто на них, искони во всем превосходивших все народы своей благонамеренностью по отношению к нам, часто подвергавших себя самым страшным для людей опасностям, повел такую незаконную жестокую облаву. Развяжите, расторгните узы преступные, отпустите их с миром восвоясья и повинитесь в том, что натворили. Освободите сыновей вседержителя небесного Бога, живого, который со времен наших предков до ныне дал со славу и без помех благоденствовать нашему государству. Ну вот, царь здесь меняет полностью свою политику, обвиняет царедворцев, что это они учинили всю эту историю, согнали суда иудеев, немедленно их развяжите, отпустите и отправьте обратно по домам. Таков новый приказ царя. И что очень интересно, Бога израильского, он теперь как бы тоже почитает, по крайней мере, это вкладывается в его уста здесь. И вот, что он сказал. И все ежемек иудеев освободили, и они, едва избежав смерти, стали славить святого спасителя, Бога своего. Затем царь, вернувшись в город, призвал того, кто ведал доходами, и приказал доставлять иудеям вина и все прочее, необходимое для пира. И семь дней подряд, постановив, чтобы там, где они ожидали встретить свою погибель, там и отпраздновали в радость и веселье свое спасение. Но вот на этом же ипподроме устраивается праздник, доставляются разные явства, вина туда, и иудеи празднуют свое избавление. И вот тогда, прежде опозоренные, бывшие у края преисподней, а скорее, на самую краю, уже даже не скажешь, что у края преисподней они были, они уже все уже, начали уже падение туда, они уже были связаны, и уже слоны подходили, чтобы топтать их. И вот теперь они вместо горькой и приплачевной кончины приняли за здравную чару, полные счастья уставили за стольными ложами место, приготовленное для погибели и тризны. Там, где их собирались топтать и убивать, теперь они ставят такие ложа, потому что в античности участвовали в трапезе возлежа, а не сидя, был один римский политический деятель, который боролся за какие-то, сейчас даже неважно, какие вещи, и он однажды заявил, вот, я буду кушать, сидя, до тех пор, пока мои требования не будут услышаны. Нам кажется, что в чем требование, в чем угроза состоит, ну, человек сидит, да, во время еды, на самом деле, это вот казалось таким, чем-то очень необычным таким особым знаком протеста, потому что, конечно, римлянин и вообще житель античного мира принимает пищу возлежа в таком вот положении полулежа, и вот на этом ипподроме ставятся такие ложи, и застольные ложи уставлено место, приготовленное когда-то для погибели тризны, оборвав заунывный напев плачей, они затянули песни отцов, хваля Бога, спасителя Израиля, чудотворца, и прекративши все родания его, пустились в пляс знак мирного веселья, то есть они молятся, поют вот эту песнь отцов, имеются в виду ветхозаветные молитвы, которые пели древние патриархи, прародители Израиля, и танцуют, радуются, готовятся к пиру, точно так же и царь, задав по этому случаю пир на весь мир, то и дело торжественно благодарил небо за спасение, неожиданное им обретенное, царь по любому поводу закатывал пирушку, как мы помним, и переходил от одного стола пьяного к другому столу, ну и тут он тоже продолжает такую же деятельность, теперь уже то он устраивал праздник в честь скорой гибели иудеев, теперь он устраивает праздник в честь спасения. Те, кто прежде ждал, что иудеи погибнут, пойдут на съедение хищным птицам и переписывал их, потирая руки, теперь на себя навлекший позор горевали, решимость их огнедышащая бесславно угасла. Вот те царедворцы, которые очень охотно подключились к этой операции по уничтожению иудеев и были самые первые среди тех, кто помогал царю в этом деле, они теперь оказались опозоренные. Иудеи же, как мы сказали, начавшие вышеупомянутые пляски, праздновали перуя под радостное благодарение и псалмопение. И об этом они приняли общее для всех, кто на чужбине постановление из рода в род в указанные дни предаваться веселью, не ради пьянства и чревоугодия, но в памяти спасения, явленном им Богом. Ну вот некоторое время существовал такой праздник в честь спасения из иудеев, находившихся тогда в Египте. Сейчас такого праздника в еврейском календаре нет, но очень похожие праздники есть. Например, праздник Пурим. Затем они обратились к царю с прошением отпустить их по домам. Их перепись проводилась с 25 числа Пахона до 4 числа Эпфи в течение 40 дней. Уничтожать их собирались в течение трех дней с 5 по 7 число Эпфи. Именно тогда всеобщий властелин всеславно явил свою милость. Он спас их не отступившихся всех разом. Они праздновали все получая царя до 14 числа, когда и подали прошение отпустить их. Дав им свое согласие, царь написал для них письмо к наместникам всех городов, приведенное ниже. И в нем он по-царски выразил свою заботу. Ну вот, на этом кончается шестая предпоследняя глава третьей Макавейской книги. А какое именно письмо написал царь и в чем содержание этого письма, об этом можно узнать из седьмой главы, о которой мы поговорим в следующий раз. Мы записывали это видео для библейского портала Экзегет и читали шестую главу третьей Макавейской книги в переводе Брагинской и Шпайной Великановой. Шпайной Великановой. Шпайной Великановой. Экзегет Фай俊 Брагинской Продолжение следует...